Йоу, всем привет, меня зовут Максим Шубин, сегодня поговорим о сериале Аль Капотня 11 серии, ребят, у нас на обзоре, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, друзьям, рассказывайте, колокольчик, нажимайте, ну и конечно же пишите свое мнение в комментариях насчет сериала Аль Капотня и конкретно 11 серии Что же у нас было, ребят, в 11 серии? В 11 серии было довольно много, скажем так, событий, связанных С малолетками, а конкретно с закладчиками, то есть, все-таки пытаются как-то бороться с, ну, соответственно, с этими ребятами Паша Кирсанов, но у него это не очень хорошо получается В общем, чувак, опять эту лекцию читал в школе Что эти вещества очень плохо и от них-то мозги сушиты В общем, ужас, 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 полный ужас Вот, кто, соответственно, эти барыжи, кто это принимает и так далее Вот, ну и один из этих пацанчиков, которым Которым он рассказывал все это Он как раз-таки работает с закладчиком, ну и, соответственно, даже как-то посмеялся над всем этим Он так его, конечно, пресек, типа, ага, ты что-то смешно рассказывает, да? Он такой, да, я ничего, так просто Окей, ладно, проехали Но там были пацаны, которые, ну, скажем так В общем, это тоже тема не нравится То есть, они тоже были, конечно, на учете, но они по-другим По-хулиганке, типа, где-то по-барагузили На учет поставили, но не по эти всяким закладками И вот этим всякой дряни Чем по-другим делам И им это точно тоже не нравится Они даже как-то хотели Помочь Они как-то хотели помочь Ну, конкретно Полиции Но она не справляется Мы будем чистить Чистили с чеками Будем мочить Этих вот закладчиков, чтобы им неповадно было Чтобы слух пошел Чтобы даже желания не было у них этим заниматься Вроде бы идея-то прикольная А, ребят, как звучит? Будем хреначить тех, кто закладывает Соответственно, слух пойдет и Будут ссыковать Вроде звучит достаточно логично Но не продумно Не продумана вся эта история Но, тем не менее Они решаются на это Они это делают Они отхреначили одного пацанчика Борю, по-моему Борю ее зовут Вот И что дальше? И дальше он попадет в больницу Дальше его так же, ну как бы еще и копы принимают Ко всему прочему То есть он Пловит его с этим Он связанный был Отхреначенный Они так же позволили Нелевко в полицию Мол, так и так Здесь под закладчик А у него там в рюкзаке Целая Включайте из закладок Ну В общем ужас Вот И Дальше Пашка Херсоном разговаривает уже с ним в больнице Типа, ну зачем ты это делаешь, братан? Зачем Он говорит, что ситуация в семье хреновая Батя На Гериче жестко сидит Мать Зон топчет Еще маленькая сестра Которую надо как-то содержать Кормить Вот А он говорит Ну типа Пашка Херсоном говорит Ну блин, ну так что ведь Надо Работу искать Какое-то условие Здоровый лоб 16 лет Можно какую-то работу найти Там, не знаю Машины мыть и так далее Он говорит, что я типа такой тупой Безрукий Типа меня никуда не берут На работу Вот И даже пробовал Ну даже этим Мойщиком Машин Там типа машину поцарапал Все Больше его не берут туда Вот и все Поэтому А здесь как бы пятерок В день он зарабатывает На этом Типа Сколько это получается 150 тысяч в месяц Можно на этом зарабатывать Ну Для пацанов Я думаю Даже в Москве Это очень даже Хорошая сумма Тем более даже таким Ну как бы достаточно Легким способом Но Пашка Кирсанов Все равно Не может понять Ну то есть Он даже сходил К нему В эту На хату Увидел Всю эту ситуацию Там Сестренка Небольшая В третий класс Ходит Наверное 9 10 Такая Хорошенькая Че с ней Будет Куда ее Он сядет То есть Пашка Кирсанов Однозначно Решил Что он сядет Ну блин Все Поймали Че тут Это как бы Очень хреновая профессия Заковать Очень хреновая Показывают В общем Самое дно В этой серии Самое Прямо дно Причем Это же Москва Хоть это Капотя Ну то есть Не самый Благополучный район Но тем не менее Это Москва Это Москва Это столица Нашей родины Нашей любимой Горячо обожаемой Родины И даже там Такая хрень происходит Представьте Что происходит Где-то подальше От Москвы Какой-нибудь Зять Урал Например Тибирь Или какие-нибудь Южные города Там я думаю Может даже больше Как-то Быть А это Москва Не Ну понятное дело Что Ну скажем так Вот этот Весь Криминогенный элемент Он там Наверное В большей степени Сосредоточен Все же В Москве Ну в каком-то Наверное Процент Не знаю Соотношений Там больше Вот этих Любителей Легкой наживы Понятное дело Что Здесь Пацаны Еще Ну то есть Как бы Они Там родились Там живут Но живут В сложных Скажем так Жизненных Условиях И обстоятельствах И чтобы Как-то из этого Все выбраться Они Решают Не пойти Какую-то работу Найти Ну хоть какую-то А по пути Криминала Пойти На самом деле Ребята Еще одну историю Расскажу Она Касалась Моего Так сказать Опыта Ну как Опыта Скажем так Предложение То есть Это же Ну все равно Где-то Как-то Предлагается Сейчас 21 год В социальных Сетях Я думаю Это Предлагается Может быть Сами эти Ребята Ищут Способы Заработка И вот Находят Людей Корешей Через Каких-то Знакомых Знакомых Через 73 Рукопожатия И так Даре Находят Тех Самых Которые Могут Такую Работу Им Дать Моя История Такая Короче Были Какие-то Странные Элементы Скажем Которые Как раз Таких Социальных Сетях Писали Мол Нумера Скручивают Типа Очень Классный Заработок Делаешь Я Чего-то Только Не понял Их Выгоду Я не знаю Какой-то Процент Должен Давать Или Я Не знаю Я Особо Этим Не Интересовался Понятное Дело Что Сразу В Резкой Форме Отказался От Данного Нахрен Незаманчивого Предложения Потому Что Ну Как Бы Опять же Я Думал Все-таки Эти Ребята Ищут Чуть повыше Которые Стоят В этой Криминальной Цепочке Которые Что-то Могут Что-то Знают Каким-то Опыта Они Ищут И все-таки Ребят Я думаю Не совсем Моего Типа Из Прям Задницы Которые Прям Жаждут Легкой Наживы Ну Я думаю Помладше Хотя Мне тогда Было Наверное Лет 17 18 Короче Короче Малолеток Они По большому Счету Малолеток Которым Я думаю Там От 14 Лет До 17 Вот эти Прям Вот Самый Костяк Которые Вроде Что-то Уже Как бы Могут Делать А вроде Еще Ответственности Меньше И так далее Ну и проще Им управлять И так далее В общем Неприятно Что такое Существует Но Понимаете Если есть Как говорится Спрос На Такую Работу Найдется И предложение А Предложение Как говорится Не заставит Себя Долго Ждать В общем Это такая штука Знайма Связанная И Надеюсь Все-таки Что этот сериал Не только Ну скажем так Разлечет зрителя Но еще И Определенным Зрителям Даст Скажем так Какие-то Правильные На какие-то Правильные Выводы Мысли Наведет Этот сериал То есть Чему-то Может быть Намучит Но Хотя Конечно Знаете Вот даже Даже Увидя Последствия Неприятные Вот этой Вот этой Деятельности Все равно Люди Эти Ну им Ничего Особо Это терять Понимаете То есть Как бы Но что У них Жопа Полная В жизни Понимаете И Тут Тут Им Обещают Классную Жизнь И они Что Ну как бы Особо Последствиях Не думают То есть Опять же Выбирает Таких Слабоватых Легкоуправляемых Ребят В которых Задница То есть В принципе Их Их Как раз Таки Пашка Такерсонов Их Хочет Понять Ну что Как-то Объяснить Как-то Найти Где-то Сла Чтобы Все-таки В общем Ну Там Где-то Замять Где-то Как-то Распитать Ладненько Ребятки Роналдо Джеймс Кройв Джеймс Танцуй Как Класс Красавчик Ты Минди Вот так Кто полетел Матерь Божья Вот это Я сейчас Обалдел От этого Удара Если честно Это был Пинен Удар Это был Реально Крутый Удар Ладно Удар Удар Что это было нормально марсиаль нормально поймали ошибочку все-таки воронен совершил и не прям такую откровенную но все-таки мы смогли вести это до ума это хорошо у попе какой роскошный сейф сделал по было реально пиши конечно всем о неплохо ой опасно и не чуговой блин хорошо он идет прям такую осаду на мою крепость давай рожь ой ну да ну что такое да ну ё-моё ну как-то надо было конечно тут понастойчивее мы чее мяч то мой между прочим блин блин жестко а нет все таки нарушу нарушу я думал уж и ста отобрал айбль да вообще нарушение нахренеть паста прошел мать и мор ну пытались в смысле еще и не мой мать и нахренеть мать и и правда мать и мать я или ну что-то почему-то грубо то я не знаю что ты и крокодил найс бопеха по красоте расписался так красиво было а пока лайк подписка танцуй как молочек ну что мне дара больше дары поточнее но реализации ну вроде одинаковое даже но она есть про имущество боров больше нарушений меньше офсайдов ну тут все таки по ударам я выигрываю и соответственно по счету тоже наема нас тут были вроде забегает чувака вроде хрен там за хрень а блин тут и по нарушим не знаешь о думал что он прям туда будет делать пас до 2 блин это за чё хрен стоит просто твою твою мэн пацаны ну что за пацаны вообще стоят смотрят жесть 6 стоят смотрят вылупились блин да ё-моё менди тут еще так 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 хорош прекрасен роскошный рэшворд просто роскошество изящество верненность я переборщил так сразу с пишите на Даем перекрестили траекторию Ребята, видео, видео, видео Дырка-то небольшая была Можно было Да ты что делаешь Ну твою же мою нашу, пацаны Ну какого Иглесиаса Я не знаю, вы слушаете Что-то неправильного Что-ли, я не знаю Конечно Что там Рушение все-таки было Что такое-то 6 Блин, ну не, не, не туда Не туда, конечно Давай, давай Да сра-сра-сра-сра-сра Сра-сра-сра Ну конечно Крой Пацаны Пацаны, короче Надо делать, я думаю Изменения Некоторые Миссии выпустить Выпустить, так сказать Бычка Так Так Ну погнали Пою мою наш Принем В смысле Что-то Да не, не С маэстро Твою Да Ебаный Сапог Гребаный Роналдо Чтоб ты Отроналдел Матерь Божья Да в смысле Что, где Да Твою Попе Ну давай Нет Жесть Ван Берген В смысле Пошел ты Нахрен Пум Пушка 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 Колотушка Танцуй Как Танцуй Забивай Больше 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 Ты Охреня 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 Всю команду хотел уж пройти одним БАППе, не прошел. Ну что сказать, обидно конечно. Крой был филион, крой был хорош. БАППЕ ДЕМБЕЛЕ МАРСИАЛЬ РЫШ, то есть у меня вся линия атаки забила. Но это все равно не хочу красить. По броне ужасно сыграли, ужасно по броне сыграли, вот как бы... Ай блин, реализация у меня была не идеальная. Скажем так. Суперника была лучше. Обидно, 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 друзья мои, обидно. Щелкнули нас, щелкнули конечно в этом матче. Ну ладно, что. Окей, спасибо кто пришел, всем до сих пор, пока.